Всем здравствуйте! С вами на связи Еленя Манутиаду. Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами разберем расклад, который мне предложила Куэрти, непосредственно про страхи. Тихо было, да? Открыла двери, окна, чтобы чуть-чуть ветерок свежий был, чтобы как-то воздухом могло я тоже дышать, но вот сразу звуки послышались. Хорошо, итак, мы сегодня с вами рассмотрим страхи. Поскольку вопросов будет достаточно, когда большие расклады, я всегда делаю меньшее количество позиций. Поэтому у нас с вами будет две позиции. Я выбрала голубенькие и зелененькие камешки. Вот такие они и будут, да? Значит, голубенькие – это позиция номер один, зелененькие – позиция номер два. Выбирайте. Сегодня мы с вами будем смотреть страхи. В принципе, каждый из вопросов, которые мы можем рассматривать, я могла бы сделать отдельный расклад. Вот. Жду от вас в комментариях именно, чтобы написали, хотели бы вы сделать какой-то отдельный расклад на один из услышанных вопросов, да? Ну, либо вас вот так все и устраивает. И просто мне не хотелось растягивать на несколько раскладов. Вопросы касательно страхов, они не очень-то приятные. Вот. Но очень-очень полезные на самом деле. Я уже много раз об этом говорила, что страхи – это сопротивление, это зажимы как в физическом теле, так и непосредственно мешают тому, чтобы энергия протекала сквозь нас, да, чтобы происходил спокойный, гармоничный обмен. Страхи – это всегда сжатие, это всегда сопротивление тому, что нас окружает, да, в природе. Это не обязательно каким-то конкретным ситуациям. В принципе, мы напряжены все время. Ну, про это я уже говорила много раз. Поэтому приготовьтесь, все-таки у нас будут страшные сказки, да, фильмы ужасов вам гарантированы для любителей адреналина. Вот. Надеюсь, вы выбрали, определились. Первая, вторая позиция – зелененький камешек убираем. Если будет громко, это с улицы. Надеюсь, вам мешать не будет. И мы с вами приступаем. Позиция номер один. Первый вопрос. Насколько я отпустила, отпустил, нарастила, нарастила страхи относительно их количества, с которыми пришел в эту жизнь? Проще говоря, стало ли у меня страхов больше или меньше? Смотрите, просто так говоря, да, стало ли больше страхов или нет, в принципе, мне кажется, не совсем корректно. Вот. Но здесь карты говорят о том, что страхов стало больше, либо их будет становиться больше, да, вот если правильно говорить. В зависимости от того, как у вас будут появляться желания. Вот. Чем больше у вас желаний, чем больше у вас опицы, чем больше у вас каких-то планов двигаться вперед, что-то делать, чем больше вы думаете, размышляете, созидаете над чем-то, тем больше у вас, как раз таки, то, что я говорила ранее, появляется сопротивление и тем самым страхи. То есть сказать, что у вас стало страхов больше или меньше, да, как у этого количества, я не могу. Здесь, скорее всего, знаете, так, в зависимости от ситуации, вот так я скажу, да, то есть если у вас появляются новые желания, импульс на что-то, вот вместе с этим импульсом появляется сразу и противостояние, да, некое такое сопротивление, потому что любой импульс, он вызывает движение и он вызывает некие такие перемены. И этим переменам мы и сопротивляемся. Поэтому чем больше у вас желаний, да, тем больше у вас будут и страхов. Но это страхи не из-за того, что нужно сделать что-то, да, какой-то шаг. А здесь, скорее всего, вы очень много размышляете по этому поводу. Вот этот вот мыслительный процесс, скорее всего, он и вызывает у вас сопротивление. Некие такие страхи. Хорошо, а какие именно страхи я успела-успела обрести в этом воплощении? Ну ладно, посмотрю на разных колодок. Страх, первый страх, да, три раз смотрю. Первый страх – это непосредственно страх разрушения, страх потери, страх неожиданных перемен. Когда, по сути, то, что уже должно измениться, вы за это держитесь. Здесь, как следствие, я могу предположить, что держимся мы за то, что нам важно и что нам значимо. Поэтому страх, который вы приобрели, это потерять то, на чем вы долгое время работали. То, что вам долгое время служило. То, во что вы верили. Вот здесь, скорее всего, причем это не просто страхи, знаете, неожиданные. Здесь такое ощущение, что я не смогу этим управлять, а контроль для вас очень важен, потому что по королю мечей, я могу сказать, что вообще умение быть подготовленным, все проанализировать, все просчитать, для вас очень-очень важно. И вы даже гордитесь своими умственными процессами. И поэтому, когда происходит нечто неожиданное, что не подвластно вашему контролю, это вызывает у вас страх. Это новое. Еще какой страх. Знаете, страх срыва. Новый сценарий, который выпал в этой колоде обычно, ну, то есть первый раз, это страх непосредственно с тем, опять-таки, потери контроля, что я могу именно сорваться. И тогда здесь я могу предположить, что вы человек с большой силой, силой боли внутренней, да, с внутренней какой-то силой, мощью. И вот здесь вот эта вот мощь, такое ощущение, что вы ее как будто бы сдерживаете. И есть этот страх, что пока вы контролируете и управляете собой, да, и в том числе и своими эмоциями, все идет хорошо. Но вот есть страх, что иногда ваши эмоции могут выйти из-под контроля, и тогда вы за себя, как говорится, не ручаетесь. То есть что вы можете натворить в этот момент, неизвестно. Например, долгое время сдерживали какие-то свои желания, и потом, ну, элементарно, например, любовь к сладости, вы понимаете, что это белый яд, он ни к чему хорошему не приводит, да, вроде бы как-то сдерживали, сдерживались, а потом в один прекрасный день случилась какая-то ситуация, да, и вот на эмоциях сорвались, съели там целый торт, полторта, вот, и стошнило, сразу стало плохо. То есть вот вы боитесь, что сорветесь, либо можете на кого-то кричать. Здесь такое вот у меня ощущение, что вы становитесь, ну, неконтролируемы в момент агрессии, да, вот в момент выражения своих эмоций. Либо вы молчите, молчите, сдерживаете, ничего не говорите, как будто вы копите то, что есть внутри вас, какие-то претензии к другому человеку, а потом что-то происходит, вы, вот знаете, как будто бы вас прорывает, и вот в этот момент вы можете сказать очень многое другому человеку, раните его и себя, потом появляются чувства вины, да, и создать кучу неприятностей. То есть вот здесь вот страх еще срыва, вот, вытащу еще один страх, вот, а потом еще и уточню, потому что, ну, может быть, надо и уточнить. Так, это перевернутое. Еще вы боитесь, что... Иногда может быть так, что ваша фортуна повернется против вас. То есть, знаете, иногда фортуна не в контексте удачи, а именно судьбы, что вам судьба как раз пересекается с башней, с неожиданностью, что вам судьба может преподнести очень неприятную какую-то ситуацию, да, либо трудность, сложность, и как вы потом будете справляться, да. Почему-то у меня здесь идет страх физических ограничений. Например, я не знаю, попасть в какую-нибудь там аварию и остаться инвалидом, что я тогда буду делать. Здесь почему-то какой-то страх пошел, да, еще и быть физически ограниченным в чем-то, в чем-то. Не потому, что вы подвижный человек, а вот потому, что, знаете, здесь вот этот вот ваш мыслительный процесс, вы потом сами себя будете съедать. Давайте я уточню, о чем здесь речь, про фортуну, да. Здесь про изобилие. Так, минутку. Да, вот вы себя ограничиваете, не ограничиваете, а контролируете вот в своих агрессивных проявлениях, да, именно чтобы вот не навредить, чтобы не насолить, чтобы не уколоть, чтобы не ранить кого-то. Вот вы себя сдерживаете. Вот здесь вот прям общая такая энергия идет, что я за себя не ручаюсь, да, вот если вдруг что-то со мной произойдет, вот я за себя не ручаюсь. То есть я не могу даже сама предсказать, какие будут мои действия, поступки по отношению к другому человеку, вообще в ситуацию. То есть здесь такое ощущение, что вот вам башню реально можно снести, крышу, и вы, крыша поедет, и вы прям, ну, не знаете. Вот вы вот этих вот каких-то неожиданных, непредсказуемых ситуаций. Ну, вот, например, допустим, даже в паре, если происходит измена, а здесь король мечей, он очень ревнив как архетип, и он не позволит никогда, ну, сказать, сегодня тоже не позволит, не проспит предательство. То здесь вот, знаете, вот эти вот всякие известные истории, что на почве ревности кого-то там убил, там что-то такое, вот здесь вот именно по этой позиции могут проходить. Поэтому это не случайно, что вот эти вот страхи проходят. Сейчас я еще уточню срыв. Здесь срыв идет в контексте взаимоотношений именно в паре. Да, вот как вы прямо сказали же про предательство, попадает тройка мечей и двойка кубков, что разобьют вам сердце, неважно каким образом, там, предательство, непредательство, там, третьи лица, не знаю, какая-то ситуация может быть третья. Вот то, что вот выведет вас и из гармонии, потому что для вас очень важно, а здесь еще, знаете, идут какие-то психологические надрывы, вот стрессы, да, я могла бы сказать, что еще если это можно как-то все-таки отнести к категории страхом, да, вот здесь вот очень много стрессов, очень много такой, знаете, напряженности, вот вы иногда доводите себя до грани, что прям, ну, не отдыхаете, вот эти вот бессонницы, да, могут проходить иногда какие-то, может быть, провалы в памяти от перенапряжения, вот здесь ваша нервная система, она все время работает на пределе. Страх, что вы не будете на коне, да, вот эта вот неожиданность, да, что вы всегда все время все контролируете, вы всегда все умеете всем управлять, а тут получится так, что вот ваши иллюзии, как-то ваши мечты, они не реализуются, и вы перестанете быть на коне, то есть здесь такое ощущение, что вы перестанете быть лидером, и вы себе не сможете простить поражению, да, здесь вот это вот тоже очень важно. Эти страхи вы приобрели вот сейчас в этом воплощении. Какой ваш ведущий страх, и насколько хорошо вы его видите, то есть ваш главный страх? Финансы. Финансы, материальный мир, физический мир, это вот для вас ваше все, то есть потерять, это самый главный страх, знаете, остаться нищим, остаться без ничего, без средств к существованию, без средств какой-то вот стабильности, да, вам ресурсы дают некую такую уверенность, вы чувствуете себя на коне только тогда, когда у вас есть деньги в кармане, ну, либо где-то как-то отложено на черный день, то есть вот это вот ваш очень-очень сильно беспокоит. Чтобы у вас, знаете, вот здесь вот страх, это, возможно, вот этот страх ведущий, он идет из прошлых ваших воплощений, да, либо вам как-то родители рассказывали какие-то истории, здесь, ну, вот типа раскулачивания, типа потери имущества, вот больших средств, да, может быть, здесь кто-то переезжал, эмиграция была, и вот пришлось оставить все, поэтому здесь вот это, вы знаете, вот какая-то жадность по отношению к тому, что имею, и это может быть не только в финансах, это может быть в умшении, то, что вот наработано, вот это вот сбережение, экономия, накопительство, точно так же, как и накопительство каких-то мыслей, да, убеждений, вот то, что уже не работает, да, пора бы уже это отбросить, и вот этот вот ваш страх по башне, да, он здесь сейчас проигрывается, то есть я не готова отказаться от того, во что я верил, верила когда-то ранее, именно в понимании, как нужно зарабатывать деньги, именно в понимании ценности денег, очень много здесь убеждений будет по поводу денег, по поводу стабильности, по поводу комфорта, ресурсности, то есть здесь, возможно, идет такое ощущение мыслей по поводу того, что пускай я буду глупый, некрасив, к примеру, зато у меня будут деньги, то есть вот это вот выражение, деньги могут купить все, очень и очень близко вам, пускай они и все, но как минимум, если вдруг что-то со мной станет в физическом плане, да, какая-то болезнь, я хоть могу себе обеспечить медицинское, забыла слово, медицинские услуги, да, платные, качественные, вот качество, да, это тоже все для вас очень-очень важно. Так, с этими благовониями одурманиваясь и я вместе. Хорошо. Так, насколько хорошо вы его видите, этот страх? Насколько хорошо вы его видите? Давайте я возьму вот эту вот колоду. Так, минутку. Насколько хорошо вы видите свой вот этот вот страх? Здесь как-то это имеет отношение, когда вы находитесь в обществе каких-то людей, знаете, может быть, даже единомышленников. Либо когда у вас есть какое-то общее дело и надо, чтобы каждый вложился как-то, ну вот сбросился что ли, сбросились в какой-то сумме для достижения какой-то общей цели. То есть здесь этот страх, он у вас, вы его видите только когда, я бы так сказала, на фоне других людей, как будто бы, да, то есть когда вы сами собой наедине, да, вот у вас есть, то есть вам все достаточно, и да, там, за квартиру заплатить, но как стоит только как будто бы выйти в мир и посмотреть, как живут, допустим, другие люди и достаток. Вот тогда у вас, ну, вы начинаете видеть, может быть, на контрасте, да, на каком-то фоне. Когда вы хотите что-то себе приобрести, когда вы хотите пойти в развитие, вот здесь вот если не бывает недостаток финансов, это сразу вы его видите. Да, вот здесь вот как-то именно с развитием непосредственно связано, с принадлежением. Когда вы защищаетесь. Вот здесь еще, знаете, когда у вас есть какой-то вот эмоциональный фон, обида, и вот вы как будто бы защищаетесь от других людей, не знаю, от их нападков, от их критики. Вот тогда вот вам почему-то, вот именно как защита от других. Вот здесь вот, вы это видите при взаимодействии с другими людьми. Так, давайте я скажу. То есть, когда есть вы и другие, а когда вы один или вы одна, этого не видно. Вот только стоит появиться к кому-то другому, сразу вы начинаете замечать. Хорошо, а насколько я понимаю, как работать с этим страхом? Насколько я понимаю, как работать с этим страхом? Да, вы понимаете. Когда, знаете, вот вы настроились на какая-то вот, когда у вас появляется цель, давайте так скажем, когда вы нацелены на что-то, когда вы сфокусированы, когда вы хотите достичь чего-либо, то первое, что вы делаете, да, вам нужно все просчитать, все проанализировать, да, просмотреть, взвесить все, все за и против, вот прежде чем действовать. То есть вы фокусируетесь тогда на себе. То есть вы как будто бы сосредотачиваетесь и смотрите вглубь себя, отдаляетесь от всех, чтобы вот именно прислушаться к своей интуиции. И вот в этот момент вы прям сразу будете чувствовать некое такое напряжение, и вы понимаете, что вам становится страшно. То есть когда вы фокусируетесь, но при этом, невзирая на свой страх, вы четко осознаете, что для того, чтобы, когда вы ставите, скорее всего, цель, к ней надо идти шаг за шагом, медленно и не торопясь. То есть вы полностью отдаете себе отчет, что да, я буду преодолевать свой страх, какой бы он ни был, не сразу нахрапал, а шаг за шагом. Вот сегодня сделаю вы то, что нужно, да, по отношению к своей цели, а дальше мы уже посмотрим, да, как покажет, ну, так скажем, ситуация, да, как развернется. Поэтому насколько вы понимаете, как можно работать с страхом, да, вы понимаете, потому что вы его чувствуете, вы его ощущаете внутри, и вы четко понимаете, что время очень важно. То есть вам нужно просто двигаться, да, по отношению, ну, в сторону реализации своей какой-то задумки, да, идеи. Почему? Потому что я сказала с самого начала, что когда у вас появляется какая-то идея, желание, да, какие-то амбиции, и вы начинаете двигаться, тогда у вас появляется страх. И вот, и вы понимаете, что нужно просто сделать, совершить один шаг, шаг вперед. Также вы понимаете, что для того, чтобы реализовать некоторые из ваших страхов, да, проработать, вы это в одиночку не сможете, не справитесь, и вам нужно будет просить как-то помощи, да, вы понимаете. То есть сотрудничество, оно для вас важно в некоторых случаях. вы себе отдаёте этот отчёт, насколько вам это легко сделать. Ну да, когда вы себя, опять-таки, здесь вопрос, вы настолько целеустремлённые, да, люди, что когда вы отдаёте себе отчёт, что от этого будет какая-то польза, мне, да, вот результат, он будет полезен, то вы готовы пойти на сотрудничество. Так, по своей натуре, я могу сказать, что вы не, ну, не, как это сказать, не то, что не компанейские, ну, вы лидер по своей природе, вам легче в одиночку, но бывают моменты, когда, да, вы просите о какой-то поддержке, но, опять-таки, это должно быть на равной, да, то есть вы не должны оказаться никогда в позиции, вот какой-то, знаете, подчинённости, да, в позиции под. Вы на это никогда не пойдёте, даже если вам страшно. То есть вы лучше в одиночку справитесь, чем будете с кем-то в позиции под, именно на равных, да, потому что всё-таки победитель, это человек, который, ну, по крайней мере, осознаёт свои какие-то способности, да, и как король мечей, то есть умеет с этим совсем работать, у него есть способности, он знает, как это делать. Так, как вам всё-таки проработать вот этот вот страх с финансами, осознавать-то вы осознаёте, но, в принципе, я сказала, но давай всё равно ещё посмотрим, как вам его проработать. Вам больше уверенности не хватает, больше уверенности и понимания, знаете, вот именно причинно-следственных связей, да, вы логик, вы можете это всё просчитать, но иногда здесь бывает так, что, возможно, вы можете пойти на какую-то хитрость, вот, либо боитесь, наоборот, какую-то хитрость, какого-то обмана, да, вот может быть, предательства, и здесь получается так, что вот неуверенность, да, она как-то вот влияет на вас. Вот я говорила ранее о том, что сотрудничество важно для вас именно на равных, вот свой страх вы будете прорабатывать, когда, знаете, вот ваша цель, она важна и актуальна для вас, но здесь очень важно не переоценить то, что вы хотите, потому что, ну, то есть не включить свою одержимость. Вот когда вы становитесь одержимыми чем-то, да, вы очень-очень хотите, тогда вы идёте как раз-таки вот в сторону победы любой ценой, и тогда вот у вас будут возникать сложности, вот эти вот срывы, о которых я говорила, психологические неброзы, и будут появляться страхи, а здесь вам нужно быть, знаете, вот как-то вот в неком таком балансе, что ли, в балансе с собой, да, тогда у вас будет больше уверенности, вот это вот ключевое для вас, да, ваше внутреннее состояние, потому что неуверенность получается, когда вот именно значимость чего-то вы делаете такой большой, что это выбивает, ну, то есть вы, как бы, вот именно одержимость, я не знаю, как другое слово сказать, вы становитесь одержимым, и тем самым вот эта вот одержимость, она выводит вас из баланса, и это приводит к тому, что у вас появляется неуверенность, появляются сомнения, да, как будет, а что, справлюсь, я не справлюсь, я могу, вам больше веры в себя не хватает, а чтобы быть вот в этом состоянии, вам нужно быть в гармонии, да, внутри, то есть расслабленным, спокойно прям как-то, знаете, быть больше как-то доверять, я бы так сказала, да, вот именно законом Вселенной, что если, допустим, пришло какое-то желание ко мне, да, то вместе желание всегда приходит и способность, то есть если что-то пришло в мою голову, значит, я способен, способна это сделать, иначе бы эта идея мысли ко мне не пришла, то есть там не может прийти в голову то, на что мы не способны, вот когда вы понимаете вот эти вот законы, да, причинно-следственной связи и другие законы мирознания, вот они как-то вас успокаивают внутренне и придают вам какую-то уверенность, веру в себя, здесь можно еще, знаете, быть вот именно на равных, да, очень важно, очень важно вот именно вам, знаете, здесь как-то еще и вопрос уважения, да, к самому себе и уважения к другим людям, но вот равенство как-то для вас важно в коммуникации, при взаимодействии, хотя иногда вы можете, вот все равно здесь проскальзывает то, что иногда вы можете для своих каких-то целей использовать других людей, то есть иногда, когда вам бывает страшно, вот здесь вот такая вот хитрость может быть, да, что вы можете найти людей, которые могут сделать то, чего не можете вы, в силу того, что вы боитесь за вас, и вот вы сможете как-то с ними договориться, чтобы им была какая-то выгода, и чтобы они как-то вот, ну, я не знаю, допустим, элементарно, женщина, я не знаю, ей хочется поехать, допустим, в отпуск, да, отдохнуть, а у нее нету денег, вот, но при этом есть ухажеры, у которых есть эти деньги, вот как-то может она провернуть это такое, создать такую ситуацию, когда интересующий ее молодой человек может оплатить, например, ей отдых, и чтобы она поехала в отпуск, да, и желательно одна без него, вот, вот какая-то вот здесь все равно, знаете, вот эта вот выгода, она присутствует, то есть умение чужими руками получить, достичь своей цели, здесь вот такая тоже, я не говорю, что вам так надо делать, но такая вот способность все-таки у вас есть, хорошо, какие мои действия и мысли работают на то, чтобы страхи росли, а не уменьшались, то есть какие именно, давайте посмотрим отдельно мысли, а потом действия, какие мысли включают в вас страхи, ну вот, когда непосредственно надо как-то приумножить, свои ресурсы, когда надо выстроить что-то, да, когда надо расширять, вот все, что связано с развитием не обязательно ментальным, а вообще все, когда надо приумножить, да, свои деньги каким-то образом, да, здесь, например, надо вложиться во что-то для того, чтобы в дальнейшем эта работа начала приносить какие-то доходы, вот это вот все, что связано с развитием, с приумножением, да, вот это вот очень мысли об этом, они, ну, включают разные страхи здесь, либо когда вот вы хотите комфорт, да, например, вы можете сами себе говорить, что, допустим, ну, если женщина, да, я хочу поменять там, занавески, либо еще что-то, вот какой-то вот роскошь, да, хочу добавить, и денег нет, вот сразу включился вот этот вот страх, то есть как-то вот привнести красоту, да, как-то вот насладиться, может быть, сходить куда-то, да, там, например, там спать, либо еще что-то, как-то отдохнуть, да, либо заняться спортом, в общем, все, что связано с каким-то преумножением, да, вот комфорта, и как-то связано с деньгами, и надо совершать какие-то действия вот в этом направлении, чтобы, ну, как-то себя развить, что ли, может быть, какие-то свои навыки, способности, вот тогда у вас возникает сразу вот этот вот вопрос, мысли о финансах, да, включают страхи. Хорошо, а какие действия, я бы сказала вообще даже не действия, а бездействия, вот когда вы, знаете, даже как-то сказать, не позволяете, я бы сказала, даже себе отдохнуть. Наоборот, когда вы бездействуете, да, ничего не делаете, тогда вот у вас страхи появляются. Почему? Потому что, когда вы расслабляетесь, у вас включаются какие-то ваши желания, да, фантазии, вы начинаете как-то больше слушать, что ли себя, вот хочу вот это, вот это. Причем, когда, знаете, внутри вас тишина, тогда почему-то у вас желание-то и появляется. То есть, когда вы чем-то занято, занимаете свою кулу, вы как будто бы не слышите своих желаний, да, вот, и вроде бы все хорошо, а стоит вам немножко вот расслабиться, немножко отойти от привычных каких-то дел, да, забот, так сразу появляются какие-то, может быть, надежды, какие-то вот идеи о будущем, да, то есть, такое ощущение, что вы постоянно должны находиться в движении, ну, по крайней мере, в вашем, и чтобы не расслабляться, потому что, когда вы расслабляетесь, сразу почему-то как-то включаются страхи, такое ощущение, что, знаете, расслабилось тело и выглядела вся чернота, вот эти вот тени, демоны, да, сразу поползли наружу, да, и когда вы это видите, все это, вот эту вот черноту, которая выходит из вас, это вас пугает, и вы, воп, сразу опять напрягаетесь и сдерживаете это, вот, ну, вот такой вот момент, да, это вы посмотрели действия, хорошо, давайте я вот здесь вот посмотрю, просто по пару карт, знаете, у вас очень есть способность, сила слова, да, и вы можете на самом деле материализовывать через намерения свои какие-то желания, поэтому в том числе и сны вам как-то вот показывают, да, ваше бессознательное, вы, когда налаживаете связь с своим бессознательным, да, вам легче просто реализовывать через намерения, да, то, что вы хотите, здесь вот как будто, вы знаете, как подсказка такая, что когда вы хотите получить денег, любого вам не хватает, да, вы должны поверить в то, что вы, высказывая свое намерение, вы можете материализовывать все, что вы пожелаете, да, вот здесь вот как-то вот такая вот информация идет, сразу две карты, так, здесь прямая, здесь перевернутая, да, вот именно, так, знаете, вот как раз-таки одна карта говорит абсолютное спокойствие, вот то, что я говорила ранее, состояние, тогда вот вы дайте не то, что вы укращаете, а вы позволяете как-то вот высвободиться от всего вот этого лишнего, да, как-то усмирить свои страхи, укротить их, а с другой стороны, карта говорит, план насилия, то есть, когда вы идете против своей воли, да, когда вы что-то делаете против своих собственных желаний, ну, то есть, это показатель какого-то, вот опять-таки, сопротивления, да, ну, то есть, вот насилие для вас оно неуместно, хотя внутри вас оно очень сильно, то есть, то, как вы относитесь сами к себе, проявляя, иногда даже вытаскивая себя силой воли, либо заставляя делать какую-то работу насильно, это тоже не очень хорошо для вас, это тоже вот показатель вашей, вашей, вот это вот стресса, напряжения очень-очень сильного, знаете, здесь такое ощущение, что вы побольше позволяете себе отдыхать, расслабляться ментально хотя бы, да, но тело у вас, оно достаточно такое сильное, да, физически сильное, независимо от того, сколько вам лет, вот выносливое такое, да, очень прочное, очень добротное такое тело, оно не рыхлое, оно, ну, оно, я склонюсь больше к тому, что вот большая, достаточно мышечная масса и жилистая, ну, не то, что вы худые, а вот именно такое сильное, физически сильное, вот выносливое, я не знаю даже, как сказать, я не могу сказать, что здесь у меня проходят люди, которые с избыточным весом, огромным, таки, да, вот такая вот была у нас первая позиция, я думала, что страхи будут намного страшнее, но, видимо, здесь не так-то все и плохо, хорошо, давайте мы с вами перейдем к зелененькому камешку и позиции номер два, увижу я, что здесь говорят, так, хорошо, насколько я отпустила или нарастила страхи, нарастила относительно того и количества, с которым пришел, пришла в эту жизнь, то есть, насколько страхов стало больше и либо меньше, тайно покрытая мраком, да нет, я не могу сказать, что их стало больше либо стало меньше, мне кажется, достаточно все в балансе как было, так и осталось, иногда просто переживаете, да, переживаете, немножечко эмоционируете, волнуетесь, так сказать, что вот прям стало больше или меньше, нет, здесь страхи у вас возникают, когда начинают включаться какие-то перемены, когда есть естественное, то есть, вы боитесь какого-то естественного завершения вещей, даже не то, чтобы трансформация, а вот когда, знаете, ну, может быть, физическая смерть, да, то есть человек пришел уже вот именно достаточно взрослый, да, и вот пришла физическая смерть, ну, потому что вот такая ситуация, да, либо, я не знаю, там, человек подрос, да, и нужно уже жить самостоятельно, то есть, естественный уход из семьи для того, чтобы создать какую-то вот свою семью, да, пойти в свою жизнь, здесь вот какие-то вот естественные переходы, да, перемены, вот они вас больше пугают. Хорошо, давайте посмотрим все-таки, какие именно страхи вы успели приобрести в этом воплощении. Какие именно страхи вы успели приобрести в этом воплощении? Во-первых, вы познакомились со своими теневыми аспектами, да, здесь такое ощущение, что вот вы знаете, прям, может быть, кто-то из вас работал непосредственно со своими теневыми аспектами, знаете, то есть, ну, работал я имею в виду осознанно прям погружаетесь в себя для того, чтобы проанализировать, да, вот эти вот теневые моменты. Что еще? Вы успели приобрести здесь даже не страх, да, а вот именно вот этот вот сценарий жертвы, с чем, если мы говорим как страх, то здесь вы, наверное, боитесь быть использованным. Страх за семью, я бы так сказала. Да, то есть, как дальше будет проходить, то есть, это может быть как ваша семья родная, ну, родительская, так и та, которую вы создаете, либо создадите. Вот здесь вот именно будет страх, что, как-то, знаете, не знаю, как-то за семью, вот это все время вот желание пожертвовать, да, что-то сделать во благо, либо наоборот страх, что вот, когда появляется семья, мне надо как-то сначала думать о детях, а потом уже о семье, да, сначала о ком-то другом, может быть, надо будет пожертвовать даже не только, мы говорим о детях, а, допустим, своим временем, да, как-то своей работой, своим сном, то есть, вот здесь вот вообще вопрос вот этого жертвования, да, в семье, он как-то вас пугает, да, вот именно тем, тем, что вот вы как-то не сможете развиваться, вот семья как-то, с одной стороны, она вроде бы и желанная, вы хотите, но с другой стороны, здесь получается так, что как будто бы это будет мешать вам в процессе вашего развития, ну и, конечно же, страх непосредственно с теми, что вы не можете быть понятыми, и что вы не можете проявить себя настоящую, то есть, не можете показать, есть почему-то страх такой, что вы не можете показать себя именно тем, той, кем вы являетесь на самом деле. Почему? Почему? Потому что люди привыкли вас видеть, знаете, таким человеком достаточно легким, легким, на подъем, коммуникабельным человек, который, знаете, вот идет по жизни легко, в удовольствие, в кайф, и вот здесь вот прямо есть какая-то такая картинка, которую вы создали, что на самом деле вот то, что есть внутри вас, возможно, есть вот этот даже сценарий жертвы, который проигран, какая-то вот такая внутренняя ваша драма, которая очень хотелось бы поделиться, рассказать, что вот у меня тоже сложности, да, что вот не то, чтобы вас пожалели, а просто, чтобы вас поняли, да, может быть, по усу, переживали вместе с вами, как-то, но вот все время вот эта вот картинка, да, показывает только то, что нужно другим, да, и вот все, не позволяйте себе показать то, кем вы являетесь на самом деле, и отсюда вот здесь вот эти вот страхи, тени, да, вот эти вот ваши субличности, которые всплывают, либо вы работаете осознанно с ними, либо неосознанно в процессе они всплывают, вы удивляетесь, как во мне есть еще это, допустим, там есть и гордыня, есть там, я не знаю, какие-то другие грехи, как так-то, не может быть, что вот я все-таки хороший человек, ну, как-то вот восприятие себя, да, здесь вот именно не про самооценку, а именно, я бы сказала, так знаете, не понимание, не знание себя, кто вы есть на самом деле, то есть вы себя периодически ассоциируете и либо идентифицируете с какими-то разными ролями, да, и вот такое ощущение, что вот вы не можете нащупать свою собственную сущность, вот свою личину, кто вы есть на самом деле, потому что верховный жрица все-таки говорит о каких-то тайных знаниях, да, и вы, возможно, и как-то изучаете себя, и вы чем больше копаете, да, вскрываете пласт за пластом, тем больше вы удивляете, сколько всего у вас собрано. Так, какие страхи мы посмотрели, вот ваш, какой ведущий страх, да, и насколько хорошо вы его видите, какой у вас ведущий, ну, вот самый главный страх, допустим, на сейчас, и насколько вы его хорошо видите. трагедия, вот это вот самый большой ваш страх, не то, чтобы прожить эту трагедию, а то, что, знаете, вот со временем, вот я сейчас говорю про семью, вот эта самая большая, что может случиться что-то непоправимое, вот это вот прям и здесь смерть вышла, то есть то, что необратимо, вот это вот самый большой страх, то, что необратимо, то, что нельзя вернуть, то, что непоправимо, то, что нельзя исправить, вот прям такая трагедия, здесь еще Сатурн, это время, это уроки, то есть, знаете, вот здесь самый большой, может быть, еще страх непосредственно связан с ошибкой, да, не ошибиться, потому что я потом не могу это исправить, вот здесь вот как-то так, знаете, может быть, да, почему, потому что здесь еще такие требования, карта просвещенности, да, такие требования к себе, потому что вот все-таки ведущая карта Верховной Жрицы, женщины, как архетипа, ведущей, знающей, вот не позволено, вот именно вам невозможно ошибиться, вот как-то, вот здесь планка большая, да, может быть, вы очень много всему учитесь, да, и действительно у вас знаний достаточно, поэтому вот здесь вот вот эта вот ваша просвещенность, да, она, знаете, вот хочу сказать, вот если вы занимаетесь какими-то практиками, да, здесь такое ощущение, что вот я не могу просчитаться, да, это будет потом равно, ну, в кавычках смерти, да, вот здесь вот я просчиталась, то есть потом мне надо быть такую плату за это здесь, с которой я не смогу уже сплатиться, вот что-то вот здесь вот такое, то есть вот какое-то такое ваше отношение вообще к жизни, что за все нужно будет платить, но какой ценой вы почему-то здесь вот это вот выходит насколько хорошо вы видите ну то есть этот страх вы за это даже молитесь вот вы как будто бы просите о какой-то помощи о какой-то защите здесь опять-таки если кто-то практикует почему бы практике потому что все-таки верховная жрица достаточно высокий уровень который напрямую олицетворяет но связан с мистикой с магией вот с ритуалами поэтому здесь даже вы просите о защиту о защите либо ставите себе какую-то защиту либо если опять-таки кто-то практикует нужно какая-то помощь поддержка а если опять-таки не практикуете то в любом случае вот нужно какая-то знаете оценка от других людей потому что все-таки и верховная жрица она зависима от оценки других людей насколько хорошо вы видите вы это видите еще знаете о вашей семье может быть родительской да может быть как ваши родственники живут то есть вот этот страх знаете вот влияние близких вам людей родственников да именно кровных родственников как будто бы это видите и сокращение что я не хочу тогда либо я не позволю себе быть так я хочу иначе то есть вот постоянно пример это вот ваши родные и близкие люди почему-то они нуждающиеся каждый в своем в чем-то не обязательно финансов у каждой из них нуждаются в чем-то и вы как будто бы смотрите делаете анализ всего этого и как будто вы себе говорите нет я не хочу также нуждаться как и они я буду жить иначе а для этого я должен либо должна знать очень много и нету права на ошибку хорошо насколько вы понимаете как вам можно работать с этим страхом насколько есть понимание сейчас была новая карта и немножко рассмотрим да вы это понимаете потому что вы видите ответ внутри себя вам не нужны мнения других людей в этом плане да вы либо вы смотрите в других людей как в отражение и вы понимаете то есть знаете другие люди вас зеркалят и вы видите ответы на свои вопросы через других людей возможно через их какие-то ситуации да возможно через их какие-то мотивы иногда где-то вы преувеличиваете при украшаете при украшаете какую-то ситуацию не вот и если позволяете себе уйти в иллюзию то только это потому что вы это позволяете сделать на самом деле вы видите ситуацию да вы видите свой страх вы знаете когда он появляется и что с ним делать но иногда вы можете сами закрывать глаза на это дело потому что может быть устали может быть так захотели может быть с этим связан какой-то ваш урок и вы осознанно закрываете глаза вот для того чтобы пойти в этот урок но однозначно вы видите свой страх как его проработать по крайней мере тот ведущий страх как его проработать перестать обманывать себя своих способностях не хитрить знаете здесь такое ощущение что вот вы как будто бы убегаете сами от себя от своей силы от своей мощи от своих способностей вот именно от себя убегаете в этом вы сами себя обманываете иногда вы вместо того чтобы пойти в новое абсолютно в новое да вы идете в это новое старое путем ну здесь самообман я не знаю как еще назвать здесь нет ничего другого да и тем самым вы крутите колесо фортуны против ну то есть не не в позитивную сторону а против себя да она могла то есть удача могла работать на вас а тут она работает против вас но здесь такой знаете сам интересный момент что вы как будто бы на период знаете как все будет с этим страхом и потом у вас включается чувство вины делаете либо как-то себя обманываете то есть что-то сделала потом сами себя ругаете вот хотя ну четко понимаете для чего вы делаете что вы делаете потому что маг это все-таки архетип человека который умеет знает и создает твой тип причем он творит именно с целью чтобы затем это разрушить и построить заново чтобы отсечь все иллюзии а быть больше в реальности потому что в маге также как и семерки мечей тоже есть двойное дно тоже есть какая-то какая-то хитрость да потому что маг он все-таки хоть и обладает прорицательностью и психологическими какими-то знаниями да где-то все равно старается больше находиться в голове и меньше действовать как-то так поэтому вот здесь вот обманывать себя не надо да потому что вы так хорошо и ловко можете себя обмануть что сами расставив себе капкан в него и попадаете здесь никто вам не виноват а вы сами прошу какие мои действия и мысли работают на то чтобы страхи рашли а росли они уменьшались давайте посмотрю на этой колоде какие сначала какие мысли вот именно знаете когда вы включаете тот момент что меня никто не понимает меня никто не понимает мне сложно выразиться я не могу с кем поговорить вот как-то и вы закрываетесь потом еще какие мысли когда вы знаете на кого-то обижены да и надо с кем-то помириться вот опять-таки включается в вас какие-то вопросы касается того что я должен пойти первым а нужен ли мне вообще этот союз да вообще нужно ли в моем развитии с кем-то мне взаимодействует либо я и в одиночество то есть вот здесь вот как-то вы и другие люди очень как-то ярко включает также как и по 1 позиция немножечко иначе вот либо когда вы представляете что нужно кого-то попросить о чем-то да либо если вы придете на новую работу а там вот например новый коллектив а смогу ли я влиться в него а смогу ли я ну то есть поработать а примут ли меня смогу ли я договориться как-то со своим хозяином вот здесь вот такие мысли прошло какие действия включая какие действия левый глаз что связано с вашим сознательно когда вы себя в чем-то вот ограничиваете когда знаете вы как-то себе строите границы когда вы уединяетесь и в принципе вместо того чтобы идти вовне вы как будто бы погружаетесь в себя закрываетесь как-то от внешнего мира да здесь опять таки даже не действует как прям по первой позиции прям очень-очень схожа там было именно бездействие а вот у вас когда вы уходите вот в какую-то аналитику да в какой-то поиск себя вместо того чтобы действительно чем-то ну как-то действовать да вы наоборот убегаете от действий вот в анализ выбор какого-то пути да анализ прошлого да когда включается да хотите что-то там разобрать какие-то знания новые получить то есть надо делать а вы идете учиться надо там как-то что-то реализовывать а вас ваши какие-то вот убеждения не не дают вам этой возможности да здесь вы как будто бы иногда даже перекладывать ответственность на других людей хотя с другой стороны в каких-то ситуациях вам не зазорно взять и сделать самому то есть так легче будет но в принципе вот здесь вот а здесь очень много знаний да что эрофант что ученики там верховная жрица человек ведущий человек знающий здесь вот действительно горе от ума то есть много думаете и очень мало действуете давайте вы еще просто две карты на завершения опять выпадает страстная любовь в каком-то из раскладов уже выпадала страстная любовь знаете здесь как будто бы я не знаю то ли вы боитесь этой любви то ли вы боитесь напороться на то что знаете вот слишком вообще все поверхностно здесь вот как раз этот вот ваш сценарий да не показать ту свою глубину да насколько вы способны любить насколько вот у вас вот это вот вся чувствительность вот эти вот все чувства они присутствуют как будто бы как айсберг показываете только какую-то верхнюю поверхность эту вершину скорее всего вот вы себя не показываете и чем это плохо а это плохо вообще и ваши взаимоотношениях да потому что по пятерке пентаклей здесь проходит такая знаете некая такая опустошенность да не хватает душевности да не хватает глубины а эту глубину вы и не даете другим людям а вы не даете и закрываетесь и люди этого не видят и поэтому они вас воспринимают таким поверхностным человеком может быть да непонятным иногда вы становитесь действительно непонятными люди потому что вот всю свою красоту глубину вы скрываете внутри себя и вы становитесь когда показываете только то что хотите ну вам кажется с вашей точки зрения что вы показываете это людям потому что это надо а все остальное скрываете Вы потом как будто бы, знаете, вас действительно не понимают люди, и вы находитесь в каком-то таком состоянии потери, потерянности, потерянности, потери ориентиров, и вам тогда сложно. Сложно, и тогда вот возникают у вас страхи. Страхи, и вы тогда уходите от чего-то нового, и все время идете в какой-то выбор. То есть вместо того, чтобы, знаете, есть такое ощущение, что вместо того, чтобы сесть, вот действительно, как говорится, не себя расковырять, а ситуацию, стать более понятным, более открытым другим людям, я не говорю всем подряд, только те, кто действительно проверенный, да, вот именно открываться, доверять, побольше доверять, побольше быть понятным, рассказывать о себе, о своих каких-то мыслях, при взаимодействии с другими людьми, своих ожиданиях, чтобы вы были понятны. А вы становитесь, если вы закрываетесь, становитесь непонятными, и постоянно уходите. Каждый раз, когда уходите, встаете перед выбором. То есть вот это вот, знаете, а, это не мой человек, а, это не мой человек. Такое ощущение, что вот вас окружают, как будто бы не ваши люди. И вот здесь вот стоит действительно задуматься, а что не так, может быть, все-таки на самом деле люди-то ваши, а какие-то ваши, может быть, поступки и действия, они, ну вот здесь нету открытости, понимаете, здесь нету, вот нету вот этой вот глубины, да, вы не позволяете людям увидеть свою душу. Да, и это всегда приводит к каким-то завершениям, а потом самое такое вот, может быть, я не знаю, может быть, обидное, не обидное, что вам потом приходит от этого исцеляться. То есть вы сами себе напридумали вот это вот все, создали всю эту ситуацию, а потом вам же и больно, и вам нужно будет потом время, ну то есть вы падаете на дно, чтобы исцелиться. И, конечно, вот эти вот все ситуации, на самом деле, плюс по умеренности в том, что он ваш шлифует ваш характер, да, вот эти вот ваши тени, вот этих всех ситуаций. То есть такое ощущение, что вот эта вот ваша модель поведения, она проигрывается для того, чтобы как-то вот ваш характер периодически шлифовать, да, доводить до идеала. Но в какой-то момент уже хватит доходить до идеала, уже живите. Вот, но здесь вот эта вот ведь смерть, да, периодически вы боитесь, что будет естественное завершение. И, то есть вы как будто бы бросаете людей до того момента, как они вас сбросили, да, в завершение. То есть уходите, уходите. Нету такого, знаете, вот, чтобы был пик и развитие наслаждения. И вы все время уходите до, потому что вам кажется, что будет пик, а потом это все пойдет на скат, на нет. И вот этого вот вы боитесь, да, там, по смерти. И поэтому вы уходите, не доходите до глубины, до глубины других душ человеческих. Также и не позволяете себе раскрыться. Ну, такое ощущение, что вы только начинаете раскрываться, бок закрылись, раскрываться, закрываетесь. Ну, вот здесь что-то такое. Надеюсь, что-то такое. Давайте все-таки поставим верховную жить сверху. Вот такая вот у нас была вторая позиция. Я-то думала, ну, сейчас я вам расскажу о каких-то страшилках. Но вот вторая позиция, она достаточно духовная, да, я так сказала, да. Здесь сценарий, ну, если вы уловили и ощутили то, о чем я говорила, да, то вы поймете, о чем здесь идет сценарий смерти. Такое, знаете, вот именно в контексте развития вашей души очень достаточно глубокий. Но вообще сам себе расклад был не такой уж и страшный, как я предполагала. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки. Благодарю и за то, и за другое. Благодарю за подписку тех, кто подписывается на мой канал, те, кто комментирует. А я с вами прощаюсь уже до пятницы, когда будет расклад про отношения. Все больше задумываюсь, а нужны ли они, потому что на расклады про отношения, или, по крайней мере, у меня на канале самое наименьшее количество просмотров. Вот, хотя на пятничные акции приходит достаточное количество таких запросов. Вот, но железная логика людей у меня пока непонятна, недоступна. Хорошо, я с вами прощаюсь до новых раскладов. Пишите свои идеи в предпоследнем хвосте в разделе сообщества. И до новых встреч. Пока-пока.